За стенами банков хранятся не только деньги, но и множество тайн. Пока люди не думают об этом, банкиры продолжают зарабатывать на них миллионы. Знаете ли вы, что в мае 2021 года американские банки сократили более 30% персонала из-за кризиса, вызванного пандемией? Уволенные сотрудники не сидели сложа руки и создали новое финансово-образовательное течение «Банковская грамотность». С помощью него миллионы американцев узнали, что банкиры их буквально грабят, пользуясь необразованностью населения. Представьте себе, что ситуация в странах СНГ ничем не лучше, и вы, доверившись банкам, можете легко потерять деньги, которые вам так тяжело даются. И сегодня, дабы уберечь личные финансы каждого будущего миллионера, я решил раскрыть секреты банков, о которых вы даже не догадывались. Главное, досмотрите это видео до самого конца, чтобы ничего не упустить. Приветствую на канале «Заметки миллионера». Хотите знать о деньгах все? Тогда жмите на кнопку подписаться. Открывая двери банка, для персонала вы уже становитесь потенциальным вкладчиком или заемщиком. Следовательно, и скрывать от вас будут разные вещи. Тайна номер один. Любой вкладчик на вес золота. Такая позиция будет только на словах. Но на деле банку больше дорог крупный вкладчик, как минимум с тремя пятью миллионами рублей. Именно этот порог в большинстве банков отделяет обычного клиента от VIP. Для такого сладкого клиента и ставки по вкладам значительно выше, и обслуживание лучше. Обратите внимание, почти у всех банков, активно занимающихся привлечением вкладов физических лиц, офисы разделены. В одних обслуживается массовый сегмент, в других – привилегированный. В первых очереди – дерматиновые стулья и жесткий временной лимит. Во-вторых, уютные помещения, персональные менеджеры и итальянская мебель. Ввиду этого, прежде чем оставлять свои деньги в банке, присмотритесь, как к вам относятся. Тайна номер два. Банк сохранит ваши секреты. Любой менеджер вам скажет, что тайна вашего вклада – это самая строгая вещь. Мол, каждый сотрудник банка скорее пожертвует жизнью, чем расскажет, сколько и где у гражданина хранится денег. На самом деле, мы все понимаем, что это не так. Но вы даже не представляете, насколько все просто. Понятное дело, что при запросе, к примеру, ФСБ, банк расскажет о клиенте все. Но банк расскажет все и при запросе судебных приставов. Иными словами, если вы нарушили правила дорожного движения, на вас наложили штраф, вы его проигнорировали, и суд вынес решение о взыскании долга, то готовьтесь. Судебные приставы рассылают запросы во все банки и требуют предоставить данные об имеющихся счетах. Есть счет, а арест может быть наложен на любой – хоть на депозит, хоть на зарплату. К счастью, список таких всезнащих организаций невелик. Для всех остальных действует статья 183 Уголовного кодекса РФ, по которой пострадавший вкладчик может требовать как уголовного преследования, так и компенсации убытков. Тайна номер один. Существуют кредиты с минимальной ставкой. Сегодня банки почти полностью отказались от единой ставки, заменив ее диапазоном. К примеру, ипотека от 14 до 18%. 14% по сегодняшним меркам вроде бы и неплохо, но на деле под такую ставку кредит получит 0,01%, выполнивших все условия. Для остальных ставка стартует от 15%. На вопрос, почему так дорого, ведь в рекламе обещали совсем другое, у банков готов ответ. Во-первых, 14% только для проверенных или зарплатных клиентов. Во-вторых, 14% только для тех, кто берет на короткий срок и при высоком первоначальном взносе. В-третьих, 14% для тех, кто страхует свои риски и так далее. Иными словами, низкая процентная ставка положена тому, кому и кредит-то не нужен. В общем, если вы обычный парень, то рассчитывайте вашу процентную ставку посредней от диапазона. Тайна номер два. Одним кредитом сыт не будешь. В любом банке есть план практически на любой продукт. Какие-то из них продаются активно, какие-то не очень. Как правило, это страховые продукты или кредитные карты. Соответственно, сотрудник банка голову положит на то, чтобы продать залежавшийся товар. Отсюда рождаются фантастические схемы. Страхование жизни, как обязательное требование к выдаче потребительского кредита. Оформление кредитной карты, как обязательное требование к выдаче ипотечного кредита. И так далее. Поэтому прежде чем обращаться за кредитом, внимательно изучите, полагается ли обязательное страхование, а также дополнительные платежи. Тайна номер три. Обязательные платежи не обязательны. Сейчас эта порочная практика развита в меньшей степени, чем каких-то 5-7 лет назад. Напомню несколько сравнительно честных способов отъема денег у вкладчиков. Комиссия за выдачу кредита, комиссия за ведение счета, комиссия за взнос наличных, комиссия за зачисление безналичных платежей и так далее. Сами по себе комиссии невелики. Не более 2-3% от размера кредита, но они незаконны. Если ваш банк до сих пор практикует комиссии различного рода, смело обращайтесь в суд. Отдельное слово о справке по уплаченным процентам. Ряд банков до сих пор взымает за ее выдачу комиссию, хотя по закону о защите прав потребителей такая справка предоставляется бесплатно. Тайна номер 4. Кредит нельзя погашать досрочно. Банкам выгодно выдавать вам кредиты, особенно те, которые погашаются планово. Досрочное погашение, особенно в первые месяцы, перечеркивает всю работу. Отсюда появляются разного рода сказки о запрете досрочного погашения. Вообще или в первые годы. Это откровенная дезинформация. По закону кредит может быть погашен хоть на следующий день. И что важно, не меньше. Досрочное погашение не является грязным пятном на вашей кредитной истории. Тайна номер 5. Отказы принимаются. Ситуация довольно распространенная. Вы подали заявку на кредит, вам его одобрили, но еще не перечислили. И в этот момент вы отказываетесь от своих намерений. Кредит вам больше не нужен. Но в банке вам обязательно скажут, что обратной дороги нет. Или кредит, или солидный штраф. Это очередная страшилка и разводиловая. Гражданский кодекс четко сообщает, что заемщик имеет право полностью отказаться от кредита до его получения и не обязан платить никакие штрафы. Будущие миллионеры. Пишите в комментариях, случались ли у вас курьезные истории с банком. И если да, то какие. Помните, что лучшие комменты обязательно окажутся в следующем видео. Ознакомлен, значит вооружен. Любая финансовая организация заинтересована в том, чтобы продать свой продукт максимально дорого и желательно на длительный срок. Однако не стоит на слово верить всему, что говорит вам менеджер. Во-первых, он может что-то не знать. Во-вторых, действия одного менеджера не означают такие же действия всего банка. Зато каждый клиент, как вкладчик, так и заемщик, должен досконально изучить условия договора, а также свои права и обязанности. Только так вы убережете себя от недобросовестных банков, которые хотят нажиться на вас. Также стоит подчеркнуть, что люди с определенным статусом всегда получают все самое лучшее. Если не понимаете, о чем идет речь, обязательно посмотрите прошлый ролик на моем канале. Он уже на вашем экране. Вам остается только нажать на него. С вами были заметки миллионера. Ты станешь богаче.